Президент США Дональд Трамп объявил о двух исторических решениях, которые его администрация приняла в отношении Китайской Народной Республики. Во-первых, он утвердил санкции для лица организаций, которые участвуют в нарушении прав жителей Гонконга. Это стало ответом на недавнее принятие в автономном регионе нового закона о нацбезопасности. «Этот указ даёт моей администрации новый мощный механизм. Он позволит привлекать к ответственности лица и организации, которые лишают Гонконг его свобод. Мы все видели, что произошло. Ситуация плохая. Их лишили свободы. Их лишили прав. Я считаю, что для Гонконга это будет означать, что он больше не сможет конкурировать со свободными рынками». Второй подписанный Дональдом Трампом указ – лишение Гонконга статуса особого торгового и финансового партнёра Вашингтона. «Теперь Гонконгу будут относиться так же, как к материковому Китаю. Никаких особых привилегий. Никакого особого финансового статуса. Никакого экспорта чувствительных технологий. Кроме того, мы вводим огромные пошлины в отношении Китая. Такое происходит с Китаем впервые». Ранее замеры в отношении КНР подавляющим большинством проголосовали обе палаты Конгресса США. Согласно новому закону о нацбезопасности, незаконными стали любые действия или мероприятия, которые призывают к независимости Гонконга. Максимальное наказание согласно документу – пожизненное заключение. Закон приняли на фоне продемократических протестов, которые продолжаются в регионе уже около года. Перерыв был только во время пика эпидемии коронавируса. Эксперты говорят, что документ непосредственно направлен на протестное движение. Теперь полиция может проводить обыски без ордера, а также требовать от интернет-платформ снимать нежелательный контент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова